так заканчивая разговор про этот самый он будет еще специально будем говорить про сертификации но во первых уже знаете как почему вынужден сейчас я упреждаю события это очень важно важнейший вопрос все таки куда бедно уже добрая сотня людей купила у меня эти самые семена и цифра официально они хорошо раз просто разошлись по интернету они правильные там допустим слива 108 дней волосы вишня кстати вот она там 107 дней но это фактически полгода у меня получается февраля заложила в апреле через два месяца не то что опоздал не то что рано уже опоздал видите сколько уже переросших вот это для чего я говорю все зависит не только от официального срока но и условия содержать чем влажнее тем быстрее зайдет если не сгниет вот этот момент есть предел разумно почему здесь рядом со мной сидела или сергеевна сейчас она пошла посылку паковать все что я вам говорю она уже знает мы с ней несколько фильмов сняли как раз про сертификацию вот почему ей может доверять потому последний год это она ее работа попробовать точно вот знаете как раз два три уже точно вот вот столько вот такая должна быть сырость вот пальцами чтобы получилось то что вы видите на картинке фотографии десятки вот и что получается значит должен был бы где-то осенью заложить уже сейчас бы я бы всех выбросил согласны второй момент кроме влажности это что температура выдержать я не могу а это продажные были почему я не могу выдержать потому что холодильник даже у меня открывается не открывается пробовал по пониже температуру она же там мокром песке хранится то есть мокрый песок в мешочках и в банках трех литровых это мы будем проходить пока коротко а в задней стенке промерзает у передней вот распускается попробую холодильник это не специально для хранения для сертификации вот эти нюансы учитывать будем проходить когда-нибудь но самое главное не спешите у кого холодильник у кого погреб там тоже сейчас может быть и 10 быть и 12 градусов хотя зима началась вот как термос медленно остывает медленно нагревается погреб это тоже термос и получается заложи сейчас а весной выброси поэтому для владельцев холодильников я упреждил и заранее показал вот эту подогреву косточка выросла косточка замечу никакой отводок не посадки самой глухой тайге так это всекатолинская тайга предгорье и там косточка зашла и росла она самая малая 100 лет так вот грустная тема но что я должен сказать косточка росла росла 100 лет самый малый видите что холм холм она сделала сама смотреть не в точку какую-то там вот так вот россии только россии вы видите это холм и этот холм несмотря на то что основание штампа гниловато уже но 100 лет старик я не могу налюбоваться на фотографии я в восторге в диком сделала себе холм продолжает расти обросла вот этой самой она так частично это грибы то есть грибкова грибы а частично это мох лишайник можно сказать вот что-то среднее вот она всегда так и бывает с северной стороны мы будем об этом говорить до 100 лет дожила и следующий момент плодоносит я все время вам напоминаю ребята косточки это не только семена это еда никуда от этого не деться а вот этого дома учила бы нас не учила ну ладно не буду туда листать никогда ее абрикосы не будут такими здесь самое главное условие не вмешательство человека да не каждый абрикос вырос да многие косточки погибли уничтожены грызунами вот но урожай с них уникален я потом вышлю эту ссылку юрия васильевича как василий да за одну эту фотографию не знаю это самое давно пора сделать красную книгу для таких как вы чтобы хотя бы в тепле в сытости это и окруженные почетом это самое чуть не сказал умирали доживали что делать как жизнь такая кое-что уже пропускают должен комментировать не надо вы уже меня знаете а это мой это молодой патриарх это вроде как знаете он на самом деле намного больше это старца он такой я почему я севера снял а вот она я не как до сих пор огромное дерево трехэтажная молодой вот как она не знаю сколько проживет я живу частично угробил на вам рассказывал как его грубил посадил не обрезана мне теперь проблема головная боль какая она касалась семян это мой самый яркий снимок сын манджурса так один из сыновей манджурса сибиряки едят даже на хвале вот я дочка с моей этой самой племенцы собирает несколько ведра собрали абрикосы эти манджурские прямо с этого с патриарха собрали потом форекс покажу когда она приехали через несколько дней это самое главный редактор фазенда на тот момент крупнейшая газета сибири два ведра собрали давай приехали не довезли манджурцы два ведра съесть по дороге и вот что получается один из сыновей раз и второй сын два что дальше было этот покраснел полностью этот пожелтел полностью что я продаю ребята я не знаю я одно скажу если среди вас есть не просто волшебники волшебники мечтатели то черт бы с ним такой вырастет такой вырастет главное что она как раз виза с собой я не знаю какой вот косточки они будут они закружены другими абрикосами а это сыновья так я не знаю как косточки вырастет опять так вот когда продам косточки с этого не ждите что такие будут сразу говорю когда продам косточки светло не житель что это это вкуснее не видите что такие от меня стали требовать черенки ну как требовать нет я стал навязывать черенки то есть я вы еще ниже чуть-чуть на вижу я взял нарезал все эти сельцев манджурского абрикоса они опять будут все разные такие такие потом еще покажу какие опять будут все разные я не знаю какие от меня теперь потребует этот черенок с этого дерева а у меня нет каталоги мне все трудно нарезать и убить их трудно обрезка это все-таки джорси пустяновья вот если я с них возьму нарезку сделаю так и что дальше опять неизвестно что вырастет доказательства будут ниже то есть заказывайте черенки я только нарезал каталог включил черенки это косточки прям взяты с манджурца патриарха да а с этих не брал потому что потом меня это повесите сказать его чего на фотографии такие